У меня был достаточно сложный опыт в жизни. Моя жизнь представляла из себя какой-то замкнутый круг. Я жила без радости, жила и не понимала, для чего я вообще существую. Были различные проблемы в моём роду, в моей личной жизни, в родительской семье. И это всё мне не представлялось, как я могу из этого выйти. Какие проблемы? Проблемы были со зависимостью. И проблема – это когда есть в семье, у человека зависимость некая. У моего человека была зависимость алкогольная в данном случае. И получается, что вся моя жизнь крутилась вокруг этого человека. И я не умела говорить о себе, я не умела радоваться жизни, я не умела отстаивать свои интересы. Всё, что я могла – это действовать так, как хотели другие. И так продолжалось очень долго. И когда я вышла первый раз замуж, у меня был партнёр, с которым я была совершенно несчастна. И в конце концов брак распался. В своё время я мечтала о счастливой семье и совершенно не понимала, почему так произошло. Почему мои мечты о счастливой семье не воплотились в жизни. Потом, когда пришли осознания того, что я так не хочу, я начала с того, что я разрушила эти отношения. И ничего дальше не происходило. Я многое стала искать, понимала, что проблема где-то во мне, но не понимала, в чём суть. И самым таким крутым поворотом в моей жизни стал переезд из небольшого городка в город Минск. Я подошла к маме и сказала, «Мам, я знаю, что что-то происходит со мной, но пока не понимаю, что». И я вижу только один выход – уехать из этого города и постараться начать жизнь с нового листа. И вот 4 года назад я переехала в Минск, оставив при этом жильё, которое у меня было в том городе, оставив работу, на которой я работала постоянно 12 лет. И начался новый этап в моей жизни. Я обратилась к специалисту, и он мне подсказал о том, что у меня есть проблема вот эта. И тогда я стала изучать литературу, стала осознавать, что это за проблема. И я дошла к изучению их до корней своей проблемы. И вот у меня было жуткое чувство одиночества. Откуда оно взялось? Оно взялось из моей родительской семьи, потому что оба родителя чувствовали это одиночество в семье. Я дальше достала и докопалась до того, что моя бабуля была дедомовской. И у неё было вот это вот одиночество по любви родителей. И дальше дошло до того, что вот война, да, собственно. И получается, что в принципе никто не виноват. Так вот складывалась жизнь, так шли вот эти вот периоды. И если мне не нравится то, что сегодня есть, мне не надо винить кого-то. Я поняла это. Мне необходимо делать какие-то действия для того, чтобы выйти на тот уровень, который я хотела бы, да. И вот я стала работать со специалистом, использовала разные методики, разные практики. И моя жизнь постепенно стала меняться. Я научилась радоваться жизни. Я научилась говорить о том, вообще я познакомилась с собой, потому что раньше я не знала, чего я хочу, о чём я мечтаю, куда я стремлюсь. Я просто жила, да, вот как все живут и не понимала, вот в чём смысл, да, стал вопрос. И вот когда я это всё искала, я познакомилась с собой, у меня начали интересы проявляться к себе. Я поняла, что я женщина, да, до этого я всё тащила на себе и думала, что так и должно быть. Я стала изучать, что такое отношение, как строить гармоничные отношения. Вот у меня появился такой интерес, да. И в этом всё мне помогал специалисты, помогали практики, методики, которые я использовала. Я прошла программу созависимой, это помогло мне полностью изменить, ну, в большей степени изменить своё мышление, потому что это достаточно глубокая проблема, она выражается на разных уровнях жизни. Если взять мозг, то у меня был определённый стереотип мышления, который мне мешал мыслить по-другому. В частности, я всегда думала о том, что моя суть в жизни, да, карма, так скажем, страдать. И я, в принципе, страдала вот всё это время до того, как я начала изменять свою жизнь. И вот следующая проблема такая — это одиночество, о чём я уже говорила. И мне необходимо было познакомиться с собой, осознать, что я есть, что я существую, что я желаю, и проработать свои страхи, проработать свои обиды, потому что очень много у меня энергии забирали именно вот эти вещи. Страхи и обиды, в принципе, страх — это то, что руководило моей жизнью полностью, да. И когда вот это я всё проработала, в моей жизни ещё наступил следующий этап. Я опять по воле движения жизни попала в клуб саморазвития. И в этом клубе у меня появилась возможность не только дальше прорабатывать свои страхи, но и убрать те ненормальные реакции тела, которые были заложены когда-то в меня. Это был, возможно, возраст, когда я не понимала, я не помнила, что происходило. И опять-таки дальнейшие очень глубокие проработки со специалистом помогли мне получить большую свободу, помогли мне дальше видеть радость в жизни. И, в принципе, я сегодня могу сказать, что я стала творцом своей жизни в какой-то степени. Конечно, у меня не перестали быть проблемы, люди по-прежнему злы, да, но моё отношение к тому, что я могу сама выбирать реакцию свою на отношение к людям, я могу сама выбирать реакцию на то, что мне нравится или не нравится, и я могу нести любовь и добро в мир. Это самое прекрасное, мне это очень сильно нравится. И, в принципе, сегодня моя жизнь движется именно в этом ключе. Любовь, радость и кайф от жизни. Всё пока у меня. А отношения в жизни как сейчас? Новые выстроились, не выстроились? Нужны ли они, не нужны? И насколько они сейчас оттуда у вас в жизни? Ой, у меня очень многое изменилось в отношениях. У меня на сегодняшний день второй брак. И отношения для меня важны, потому что я человек, который уже на сегодняшний день любит и принимает себя. И когда вот этой вот любви достаточно много, да, этой любовью хочется делиться с другими. И вот, конечно, ещё есть над чем работать, но тем не менее, они осознаны, потому что я сегодня знаю, какие я хочу отношения, какие эмоции я хочу испытывать от этих отношений, что я могу дать, что мне нужно от этих отношений, да. И очень многое изменилось, потому что я стараюсь принимать людей именно такими, какие они есть, да. Никого не менять. А самое главное — меняю себя, потому что причина всех трудностей изначально лежит во мне. Вот это самое глубокое осознание, которое пришло, что я никого не могу изменить, но я могу изменить себя для того, чтобы стать лучше. И закон природы, да, Вселенная, не знаю, как назовите, действует так, что когда я меняюсь сама, вокруг меня всё меняется.